Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Новости 4 канала приветствуют вас из самого центра Екатеринбурга, где мы для вас работаем в нашей новой ультрасовременной прозрачной студии. Для вас сегодня здесь Анна Авдеева. Иван Иванов, и тема 4 дня работы в стеклянном доме посвящены экологии, и новости не станут исключением. Работаем! Ой, все-таки как тепло и уютно в нашем доме! Скорее в теплый дом! Какая-то погода, знаешь, нелетняя, осень практически в июне наступила. Но все-таки сегодня он в нашем доме царила поистине творческая атмосфера. Спасибо большое! Ну, кнопка! Кто хозяйка в доме? Сразу видно! Кнопочка! Извини, мы тебя потревожим! Присаживайся! Спасибо большое! Так, хочешь, давай сюда садись лучше, ладно? Да, давай к нам! Не обижайся на нас! Продолжаем эту творческую атмосферу создавать. Кто бы мог подумать, что на самом деле поводом для нее станет тема экологии. Да, но экология вообще всегда актуальна, конечно же. Именно ей посвящен наш сегодняшний четвертый день в нашей стеклянной студии. Как дать вторую, а то и третью жизнь мусора, знает наша коллега Диана Каландо. Словно Венера из пены морской, эти кокетливые зайчики выходят из солнечного сияния и ослепляют прохожих золотыми отблесками. Грациозно изгибаясь в ритм музыки, эти солнечные хвостаты открывают четвертый день в нашей стеклянной студии. Чтобы оценить все прелести и формы красоток, водители даже останавливают автобусы. А пока наши солнечные зайчики отплясывают головокружительные танцы, на их блестящие костюмы уже положила глаз уральский гринпис Светлана Кузиванова. Золотые пластины на их костюмах могли бы стать отличным материалом для ее подделок, уверена бабушка. Пенсионерка из деревни Боярка дарит вещам, даже на первый взгляд ненужным, вторую жизнь. Сверхэкономная бабуля создает ковры из магнитных лент и пакетов из-под молока. В этих руках добро точно не пропадет. Тонкому искусству вязанию из вторсырья Светлана Николаевна научила и наших ведущих. Ну мне сложно показать. Ну такую пленку я уже давно извела из зала. У меня уже ее нету. Я сейчас вяжу и добавляю к этим пакетам для разнообразия. И если креативная пенсионерка очищает планету из чувства прекрасного, то для следующей гости нашей выездной студии экосознательность – настоящий гражданский долг. Девушка собирает остатки пищи, чтобы скармливать их навозным червям. За сутки такой червячок съедает примерно массу своего тела органики. А отходы их жизнедеятельности превращать в компост для удобрения. Главное, что эта акция подходит каждому, неважно, деловой вы человек или домохозяйка. Нужно всего лишь складывать остатки продуктов в отдельный контейнер, а в удобное для себя время передавать волонтерам. Мы собирали по 40 литров компоста, привозили жителей Екатеринбурга из разных районов. И потом мы вот этот общий общак компост перерабатывали. Это было суперклассно. Полезной для планеты миссии вы можете посвятить себя, не выходя из дома. Если вы все еще сидите на самоизоляции, то вот вам пара советов. Не выбрасывайте пищевые отходы, отдавайте их волонтерам. А если в вас проснулась тяга к рукоделию, берите любую ненужную и опасную для экологии вещь и превращайте ее в необычный предмет интерьера или элегантный аксессуар. И будьте уверены, с такой вещью вы всегда будете в тренде. Диана Кавандо, новости 4 канала. В продолжении темы сбора всевозможных, казалось бы, мусорных отходов, вещей творческих, вещей для интерьера, всевозможных сумочек и так далее, мы пригласили к нам в студию Андрея Руднева, руководителя молодежного экологического движения «Делай». Вот он как раз с нами поделится. Добрый вечер, да. Здравствуйте. Что можно сделать из, например, старых баннеров? Ну, мы долго думали над проектом, он такой у нас большой, называется «Мастерская переработки». Думали, что можно делать из вещей, чтобы это было полезно и удобно. И, получается, наши волонтеры, мы насобирали баннеров после мероприятия и начали шить такие сумки, которые сейчас модные в молодежной среде. Подождите, вот эта сумка, это баннер? Да, это был баннер. Дайте мне подробно, пожалуйста, разрешите мне подробно. Это был баннер, и, по-моему, мы собирали их после матчей нашего баскетбольного клуба «Урал». И там вот дата основания, что-то такое, да. То есть, 91-й год, это не год вашего. Я можно открою? Нет, нет, да. У вас там что-то лежит лично, ничего страшного. И там, получается, здесь, как раз баскетбольный мяч, там он был разноцветный. Я просто в полнейшем восторге. И, мало того, это же действительно сейчас очень модно. Посмотрим, что у Андрея хранится в сумке. Но она будет долговечной? Я думаю, да. Возможно, на углах перебрется. Андрей, вам зачем сейчас ее выгрызть? Я думала, сейчас достану, ну, какую-нибудь расческу хотя бы. Это же стилия профессора Лэндона, да, который знаками все говорит? Получается, нет. Дальше мы обратили внимание на пластиковые крышечки. Есть такой молодой голландский инженер Дэйв Хакинс. И он придумал, что можно в домашних условиях из пластика, вот именно из крышечек пластиковых, делать какие-то полезные поделки. То есть это только первоначальная стадия, потому что у нас, то есть как происходит, плавятся крышечки. Посмотрите, да. И раскаленный пластик заливается в форму. То есть вот это вот плавленые крышки, правильно? Да. Вот такие обычные плавленые крышки. Обычные крышечки. Мы их изначально измельчаем. И потом стружку плавим и заливаем формы. Формы у нас сейчас есть, это геометрические фигуры. Это был такой пробный проект. Наделали геометрические фигуры. Это рассматривалось как лекция. То есть мы ездим, грузим это все на машины и ездим по образовательным учреждениям. Там побывали в Сочи, свозили даже, показывали Сергея Владимировича Кириенко. И оценили наш проект. Мы начали развиваться дальше, Сыровской области. И попали в детский садик. В Патрушах они настолько много насобрали этих крышечек. И говорят, а давайте вы геометрические фигуры будете нам давать, детишкам, чтобы мы их учили. Получается, геометрические фигуры мы развивали мелкую моторику. То есть и вот получился полезный проект. Не только наглядно о том, что действительно переработка существует, но и что можно делать полезные вещи. На самом деле квадраты иногда используют как оформление для стен. То есть таких модных. А как мозаика, когда можно собрать, правда, мозаичные. Вот посмотрите. А тут еще и вот она вот такая 3D, можно сказать. То есть мы несколько форм совместили в одну. Это хорошая идея, смотрите, делать так подобные мозаики, правда. Для дизайна интерьера, да. В коридоре есть свободная стена, сделаешь себе из кубика. То есть на самом деле можно делать очень много, зависит только от формы. То есть любую форму, хоть там логотип, например, 4-го канала, если будет форма, можно плавить. То есть мы сейчас будем плавить все монетки для волонтеров акции «Мы вместе». Ну, на память, чтобы осталось, если это будет экологично. И вот такая прям история о том, что человек, волонтер, доброволец участвовал в такой полезной акции. Просто я знаю, что с Андреем должна была прийти его коллега, которая, к сожалению, не смогла по каким-то причинам. Но вот она даже одежду себе шила, да, я так понимаю, из баннеров или чего. Нет, это совсем так. Немножко не помню. Мария, она была, ну, раньше чуть-чуть, она рассказала про раздельный сбор, как правильно, вот, получается, сортировать. Мы, кроме таких сумок, мы еще шьем баннеры. То есть остановились пока на простых вещах не баннеры, а сумки из баннеров. Знаете, вот шоперы такие большие, как пляжные сумки. Мы их делали, был большой форум в Москве, проводил ассоциация волонтерских центров, и у них осталось много баннеров. И мы, получается, вот раскроили с их логотипами, вот отправили потом, как в презент подарили. Ну, то есть одежды не было. Мы уже с вами начали фантазировать, кто на такой одежде ходил. Ну, на самом деле, очень модно сейчас сделать еще рюкзаки. Таких проектов несколько, ну, как наш. То есть в Санкт-Петербурге есть, есть в Новосибирске. И можно делать рюкзаки прям такие вот большие. А вы уже делаете? Нет, это немножко сложно, пока вот остановились на этом. Андрей, ну это же можно, вот это же правда, на этом можно и зарабатывать. Вообще в масс-маркетах войдет, это подобная мода. Тем более сейчас, когда экология у нас, ну, вы сами знаете, да, все задумались наконец-то об экологии. Я правильно понимаю, эти штуки, кажется, называются вроде как бананки или банданки. У меня дочь просто фонотеет. Вот, да, есть. А я сейчас 9 лет, и она говорит, папа, мне нужно две сумки. В одной буду во дворе ходить, в другой буду с телефоном велосипедико кататься. Посмотри, увидите меня вы в такой вот сумке, но вы поймете, что она сделана из банданков? Мы подумаем, что ты баннер скомкал. Я шучу. На самом деле смотрится хорошо. Они еще уникальны, потому что каждый баннер, ну, они разные все, и рисунок невозможно угадать, какой же будет. Это, да, правда, эксклюзивное. А вы кнопки сделаете такое? Маленькое дело сюда вот. Будет ходить. Андрей, на самом деле я в восторге абсолютно. Правда, я не ожидала, что я увижу вот такое, например, изделие. Очень здорово, очень, прям классно. Ну, на самом деле, большое количество для творчества еще делают из шин. То есть не шин, а из внутренней камеры, из камеры делают, которые помягче делают, прям такие вот цельные. Угу, правда, абсолютно. Аня вот все достала, а я вам обратно все это сложу. Я бы в своей дамской сумочке. Да, а то у нас уже время, к сожалению, подходит к концу нашего разговора. Вот, вы-то встанете и уйдете, а сумка остается. Мы же все, все, все. А, вот еще крышка. Мы все себе приберем. Спасибо большое вам. Возвращаем вам. Спасибо вам за приглашение. Спасибо большое. Мы напоминаем, что у нас был в гостях Андрей Руднев, руководитель молодежного экологического движения «Делай». Но вторую жизнь отходам сегодня дарят, кстати, не только творческие уральцы. Перерабатывают мусор и в промышленных масштабах. Специалисты уже подсчитали, что отходы определенных видов куда более экологичнее и выгоднее пускать в оборот, чем, например, хранить на тех же полигонах. Но вообще места для захоронения, они, конечно же, не бесконечны. Конечно. Место заканчивается. Но это не совсем, на самом деле, экологично. Екатеринбург готовится к большой стройке. Первые участки нового мусороперерабатывающего комплекса должны запустить к 2023 году. А пока давайте посмотрим, как уже сегодня грамотно используют отходы наши уральцы, ну и в том числе заводы ТБО. На самом деле, мы сегодня так вдохновились творчеством одной из пенсионерки, она была у нас сегодня в гостях, которая прямо вот на наших глазах буквально сплела из магнитной ленты ковер, что мы решили прийти к ней в гости, чтобы увидеть, как она украшает свой дом. В общем, причем с обычными там крышечками какими-то. Вот сейчас посмотрим, обо всем по порядку Екатерина Цыганкова расскажет. Такие разные, все наше богатство. Богатство Светланы Кузевановой – это десятки тысяч пластиковых крышек. Их эко-мастерица перерабатывает творчески, создает красочные мозаики. Вот малыш сидит, весь в цветах, на голове это одетый веночек из цветов, а это мама его. Вторую жизнь Светлана дарит и пластиковым бутылкам, ими оформляет клумбы, а из полиэтиленовых пакетов вяжет половики. Вот это пакет из-под молока получается, да, а это вот черная магнитофонная лента. Уральская бабушка мечты для Греты Тунберг творчески использует не только свой мусор, но и соседей просит сортировать отходы. В родной деревне регулярно устраивает эко-рейды. Идем уже, мы смотрим под ноги, не куда-то там, кверху, а под ноги, где бы какую-то пробку видеть. А это богатство уже совсем других масштабов. Те, кто самостоятельно перерабатывать отходы не в силах, просят хотя бы сортировать мусор на органический и неорганический. Ежедневно на завод ТБО приезжает 11 таких грузовиков. Все, что в отдельные сетки и контейнеры собирают в Первоуральске, Дегтярске, Ревде и Шале, здесь сортируют специальные инженеры. Главное успеть быстро, да, чтобы быстро, быстро работать. То есть медлительно, есть такие люди медлительные, они как бы не успеют. Потому что вот сейчас мало, допустим, идет по ленте, а бывает то, что много, даже мы бывает то, что останавливаем ленту. После сортировки алюминиевые банки, пластиковые бутылки, картонные коробки и полиэтиленовые пакеты идут под пресс. Сформированные брикеты возят Челябинск, Каминск-Уральский и Арамиль. Там их перерабатывают, чтобы подарить мусору вторую жизнь. Если говорить про стекло, стекло уходит на переработку, из него изготавливают стеклоутеплитель. Его дробят, и из него делают сегодняшний этап строительства, применяется в этой части. Но про картон мы все знаем, что даже учебники сегодня детские, школьные и все остальное, начиная с туалетной бумаги, кончая с самых модных журналов, производятся даже из вторичного сырья. Из полиэтилен-талата делаются даже бампера для машин. Ну а что же делать с тем мусором, что едва помещается в уличный контейнер? На заводе ТБО решили бросать его в большой шредер. Эта мусорорубка всеядна и прожорлива. Перемалывает мебель, электронику или железо на кусочки 10-15 сантиметров. За сутки способна переживать 120 тонн мусора. По словам директора полигона, установку ждали с нетерпением. Складировать крупногабарит уже не просто негде. Оставлять его летом под открытым небом просто опасно. Крупногабаритные отходы, они очень сильно съедают емкость полигона, потому что привозят это все навалом корни, диваны, ветки. И самое основное еще это пожароопасность. Если крупногабарит складывается, там остаются большие объемы воздуха. И особенно в летний период это пожароопасно. Специалисты уже подсчитали. Новая установка, собранная на одном из уральских заводов, позволит как минимум в 10 раз уменьшить объем мусора. Причем эта щепа вскоре будет приносить доход. Пока после измельчения мусор складируют также на полигоне. Но скоро на нем собираются и зарабатывать. Производить топливо для цементного завода. Планы реализуют к 2023 году. К 2024 году сортировка отходов на Среднем Урале должна достичь 60%, а переработка 36%. Дело за малым, но весьма важным. Научить уральцев не бездумно выбрасывать мусор в контейнер, а сортировать его. Екатерина Цыганкова, Александр Евтеев, новости 4 канала. Но это еще не все события и тема уходящего дня. Что еще происходило в городе и области, смотрите в нашей специальной подборке. Полицейские разыскивают нарушителя обстрелявшего трамвай. Стрельбу по вагону открыли, когда состав подъехал к остановке на улице Луначарского. Пострадала пассажирка, пуля попала ей в щеку. Чудом, женщина серьезно не пострадала. Предположительно, хулиган стрелял из соседнего дома. В Азбесте иномарка сбила 11-летнего мальчика. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте и не заметил приближающийся автомобиль из-за капюшона. В результате мальчик получил перелом ноги. Вот так у нас попадаются лоси. Под колесами автомобиля оказываются и животные. На трассе такси сбил лося. Водитель чудом остался жив. Машина восстановлению не подлежит, за хат и, к сожалению, погиб. С начала года на дорогах области произошло 107 ДТП с участием животных на трассе. 300 тысяч рублей заплатили коммунальщики жителю Леснова. Зимой мужчина поскользнулся на тротуаре и упал. На руках он нес младенца. Девочка получила черепно-мозговую травму, перелом и ушибы. Экспертиза установила, что на обледенелом тротуаре не было противогололедных материалов. Суд не только оштрафовал коммунальщиков, но и обязал возместить семье моральный вред. Привокзальную площадь Екатеринбурга светили лучами победы. Расчеты автомобильных посадочных прожекторов запустили лучи света в небо над железнодорожным вокзалом, имитируя работу зенитных прожекторов-искателей времен Великой Отечественной войны. Таким образом, организаторы попытались повторить акцию, состоявшуюся в Москве 24 июня 1945 года. Всероссийское голосование по поправкам Конституции стартовало до сегодняшнего дня. И до 1 июля включительно граждане могут прийти на свои избирательные участки и выразить свое мнение. И, кстати, проголосовать можно не только в привычной обстановке. Для удобства избирателей мобильные пункты развернули, Вань, даже во двора. Да, я уже слышал. Разумеется, с соблюдением всех санитарных норм. Но узнать о том, будет ли подобный пункт именно под окнами вашего дома, вы можете, просто позвонив в свою участковую комиссию. Кто проголосовал в первый же день, знает Мария Новикова. Близняшки-волонтеры Евгения и Анастасия всегда вместе. Но на избирательном участке вынуждены держать дистанцию – полтора метра. Все для того, чтобы максимально безопасно отдать голоса по поправкам в Конституцию. В этом вопросе у неразлучных сестер мнение общее. Пришли к единому мнению, как бы не было сомнений, да или нет. Одна из поправок – это в нашу пользу добровольчество, волонтерство. Мы сами добровольцы, волонтеры уже на протяжении многих лет. И считаю нужным поддержать эту поправку. Голосование по поправкам в Конституцию сегодня стартовало по всей стране. Ровно в 8 утра в Свердловской области открылись 2532 избирательных участка. Из них 578 в Екатеринбурге. Отдать голос можно прямо во дворе. Вот, например, поход на полевой участок на улице Высоцкого. На входе обязательный ритуал дезинфекции. Средствами защиты обеспечены и члены комиссии. Сохраняем все рекомендации распотребной взоры. То есть у меня халат, перчатки, маска. А в остальном всё как обычно. Люди предъявляют паспорт, получают бюллетень и голосуют. Вот за такой ширмой. Настроение у жителей двора приподнятое. Я пришёл с внучкой. Это её. И моя подруга. Её подруга. Обязательно всё для них. Я бы всем пожелал идти проголосовать. Своё высказать. Бюллетени опускают в переносной ящик. После голосования все бюллетени изымаются, укладываются в сейф-пакет. Составляется акт. Сейф-пакет запечатывается и хранится вместе с актом до окончания голосования. То есть до 20 часов 1 июля. До 30 июля в каждом районе Екатеринбурга будут работать по 15 мобильных пунктов. При этом они будут мигрировать по разным дворам, чтобы охватить как можно больше избирателей. Кроме того, продолжается приём заявок о голосовании на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую комиссию. Но губернатор Евгений Куйвышев решил пойти по более привычному пути. И отправился на участок по прописке. Всегда уральцы имели прямое отношение к Конституции. И сегодня над подправками работали в рабочей группе два наших земляка. Конечно же, я призываю всех прикоснуться к этому историческому событию. Не избежал процедуры дезинфекции на входе и глава города Александр Высокинский. Пальчики в разные стороны, она хорошо выглядит. Александр Высокинский получает бюллетень и тут же, не заходя в кабинку для голосования, ставит галочку. Впечатление хорошее. Проголосовал «за». Не стесняюсь этого и считаю это своим долгом. Посчитал своим долгом прийти на избирательный участок биатлонист, олимпийский призёр Антон Шипулин. Приоритет, конечно, у нашего государства это дети, семья и очень много мы говорили об этом. На протяжении многих лет сейчас очень важно, что в главном законе нашей страны это закрепляется в Конституции. Время дойти до избирательного участка ещё есть. Общероссийское голосование продлится до 1 июля включительно. Мария Новикова, Юлия Першина, Александр Евтеев, Николай Косарев. Новости 4 канала. Продолжим тему голосования по поправкам Конституции с нашим гостем. У нас в студии сегодня уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в наш новый дом. Рады вас видеть. Татьяна Георгиевна, вы ведь проголосовали в числе первых сегодня. Расскажите свои ощущения вот в этой новой необычной обстановке в перчатках, в маске, с индивидуальной ручкой. Ну, вы знаете, я голосовала в той же школе, где всегда голосую. Это школа, где реализуются адаптивные технологии для ребяток особых. И это школа номер один рядом с моим домом. И действительно, я многое не узнавала, потому что на входе меня встретила очень симпатичный волонтер и сказала, позвольте, вот мы сейчас измерим вам температуру, наденем перчатки. Я надета перчатки, я говорю, я в автомобиле, и перчатки уже надевала чистые. Она говорит, нет, мы вот требуем все, чтобы исполняли, чтобы не было никаких нарушений. Потом я пришла, конечно, народу совсем мало, 4 столика, и на них 2 человека голосовало. Вот я подошла к одному из столиков, проголосовала. Правда, я зашла в кабинку только с одной целью, чтобы просмотреть, как это возможно, нет ли каких-то нарушений для того, чтобы, прежде всего, безопасность не нарушалась ли. Мне подарили в обязательном порядке авторучку. И, в общем, свои не принимают там, никакой эфицины. Она у вас с собой, покажите. Она у меня в автомобиле осталась сейчас, да. И, в общем, проголосовала. Очень мне понравилось ощущение. Выхожу уже из другого входа. Выход уже другой, да. И еще удивительно, что в этой школе сейчас участки разведены. И есть еще одно помещение, где голосует другой избирательный участок новенького нашего микрорайона. Поэтому мне понравилось. Я являюсь руководителем Центра общественного наблюдения Свердловской области. И, по крайней мере, тему безопасности я сегодня посмотрела очень хорошо. Я, главное, замерила, что без выступления перед прессой у меня это все заняло 3 минуты. Вот, никаких неудобств не было. Да, Татьяна Георгиевна, а как могут проголосовать маломобильные? Маломобильные очень легко могут позвонить. И нынче больше, чем когда-либо, выездных бригад работает на то, чтобы, значит, маломобильные могли, не выходя из дома, проголосовать. Им выдают тот же самый набор и еще салфетку. То есть они звонят к ним, приезжают прямо домой? Да, да, да. Приезжают в обязательном порядке. Звонят в свою участковую комиссию. Обязательно в свою участковую. В обязательном порядке приезжает наблюдатель. Если кому-то неизвестно, неизвестен телефон, то звонят нам. Сегодня к нам центр НОТ. Это центр наш... Центр помощи. Нет. Это общественного наблюдения наш областной. Мы много лет уже теперь, с 17-го года работаем. И там телефон есть везде. И там 167 обращений уже поступило. Только за сегодня? Только за сегодня 63. А всего с начала работы 23 июня, значит, поступило 167 обращений. И много людей, кто интересовался, как правильно проголосовать или пригласить к себе на участок. Значит, или когда будет, будет ли выездная работать у них во дворе. И это тоже мы подробно объясняют. У нас очень замечательные ребята. ЦОН, центр общественного наблюдения. Ребята очень хорошие. Это действительно ребята, которые захотели поработать у нас. И кроме того, наблюдатели, ну, так скажем, самых разномыслящих. Татьяна Георгиевна, а сегодня еще очень актуально. Смогут ли проголосовать люди, больные ковид, которые находятся в больнице? Одна из самых непростых ситуаций – это с больными ковид. И все-таки Элла Александровна в самом начале говорила, что нет, мы не будем ковид допускать, потому что есть опасность. И вы знаете, несколько просто городов сказали, что у них есть желающие, находящиеся в красной зоне проголосовать. Да, сейчас прописываются самые разные варианты. У нас Министерство здравоохранения Свердловской области вместе с Роспотребнадзором поставил задачу перед нашими территориальными избирательными комиссиями. Все-таки это нелишенные дееспособности люди, и желающие могут проголосовать. Татьяна Георгиевна, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Всегда рада вас видеть, а тем более в нашей новой студии. Напомним, да, Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области, была у нас в гостях. Я уже думаю, Татьяна Георгиевна даже представлять не нужно, она известна абсолютно каждому. Но лишний раз, конечно же, лишним не будет. Мы переходим к другим темам. Свердловские предприниматели, чей бизнес пострадал из-за коронавируса, получат дополнительную материальную поддержку. А в Екатеринбурге станет меньше пробок и ДТП. Почему? Ответы в официальной хронике. Больше 187 миллионов рублей направят на поддержку свердловских предпринимателей. Средства выделят из резервного фонда страны. По словам регионального министра инвестиций и развития Виктории Казаковой, деньги пойдут на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавших из-за распространения коронавируса. Передвигаться по Екатеринбургу и Нижнему Тагилу скоро станет еще комфортнее. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на развитие интеллектуальных транспортных систем из федерального бюджета выделено 330 миллионов рублей. 250 из них получат столица Урала. В Екатеринбурге модернизируют систему видеонаблюдения и мониторинга за транспортными потоками. Это нацелено на то, чтобы избавить город от пробок и сократить число ДТП. Также продолжат устанавливать информационный топло на остановках и развивать систему управления маршрутами общественного транспорта. В Екатеринбурге стартовал сбор подписей в поддержку присвоения столицы Урала звания «Город трудовой доблести». Выразить свое мнение можно с 25 июня по 1 июля на избирательных участках или в уличных шатрах для голосования. Заявка Екатеринбурга уже одобрена Российской Академией наук. В ней тысячи архивных документов и фотографий, историческая справка о фактах трудовой доблести и награждения коллективов и предприятий, а также многое другое, что подтверждает, что Екатеринбург достоин высокого звания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое, это рассказать новость, как будто ты в этот момент вручаешь или получаешь Оскар, и второе, признаться в любви в этом эфире новостей. Аня не знает, но я для нее подготовил текст. А, я думал тоже... Нет, 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 я подготовил текст. Я думал, что нужно им... А, ну давай, хорошо. Смотри, это чтобы было тебе проще. Это сегодняшняя новость про космос, про первых путешественников, которые отправятся в космос. Выбирай, будешь ты читать, как будто бы тебе вручают или как будто бы ты вручаешь. А я признаюсь в любви потом. Хорошо, давай как будто я получаю ТЭФИ. Ну давай представлю хоть ТЭФИ. Ты же была уже в финале, Аня. Практически. Вот видишь, как это просто, видимо, оговорочка такая. На самом деле, то есть я должна сказать с той же интонацией, будто бы я получаю ТЭФИ, Оскар, что угодно. Да, представляешь, тебе вручаешь или тебе вручают? Мне вручают. Хорошо, представляешь? Да, вот я тебе вручаю. Волнительно для меня. Вот только представьте, как отмечается на сайте корпорации «Энергия», согласно договору, два путешественника в 2023 году полетят на корабле «Союз» МСС. Есть краткосрочная экспедиция на российский субъект Международной космической станции. Это так волнительно, это так здорово. Спасибо, спасибо, спасибо всем. Особенно, особенно волнительно и непредсказуемо, что ты получаешь Оскар за роль, которую ты не играла. Анна, вы прекрасно сыграли эту роль, вы заслужили этот Оскар, вас впишут в наши списки и дадут свою звезду на Аллее Славы. Так, теперь ты признаешься в любви. Я признаюсь в любви этой замечательной кошки, нашей кнопки. Я сделаю это в стихах. Давай. Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свое обители, Чтоб суеверно им делился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель. Одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, причистая. И наша самая красивая, любимая кнопка, кнопушка. Не маши голову, тебе от этого не отделаться. Я люблю тебя, ты лучшая кошка на свете. После моей кошки, которая дома вдруг она смотрит. Я тебя люблю. Всем вот так равнодушно. Вот, друзья, утренний экспресс. Мы свои фанты исполнили, поэтому сейчас мы предлагаем нашим зрителям и нашим подписчикам во ВКонтакте выбрать фанты, которые вам нужно завтра исполнить. В смысле, один фант на выборах. В ВКонтакте голосуйте. Ты придумал, я знаю один. А я хочу, чтобы ведущий утреннего экспресса сделал комплименты трём девушкам на улице. Либо пронес ведущую вокруг нашего стеклянного дома. Вы голосуйте, мы уже запустили голосование. Либо сделать комплименты неизвестным трём девушкам на улице, либо взять ведущую и прям вокруг нашей студии пронести на руках. Что они будут делать, решать вам. Слушай, Валя, всё-таки так хорошо и уютно в нашем доме, согласись, да. И причём, что я хочу отметить, в любую погоду. А всё потому, что мы находимся на нашей самой уютной, хорошей кухне. От компании «Лорена». Я вижу, потому что за нашими спинами как раз стоит эта оранжевая надпись. «Лорена» – это один из крупнейших производителей кухонной мебели в России. Компания «Лорена» занимается производством кухонь аж с 1989 года, представляешь, то есть уже более 30 лет. Мечта хозяйки, я скажу. Да, твоя мечта, ты же хозяйка. Хорошо. Ну что, у нас на очереди народный прогноз. Друзья, мы вам напоминаем, что всю эту неделю не мы читаем. Погоду – это дело идти в наши зрители. Вы приходите к нам в центр города, проходите кастинг, и потом можете видеть себя на экранах телевизоров. Давайте посмотрим, какая погода ждёт нас. Завтра, пятница, 26 июня, весь день нас ожидает небольшой дождь. Днём температура составит 13 градусов тепла, ночью плюс 9, ветер из севера-западный 3-4,5 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра, артутного столба, геомагнитное поле среднее. В субботу пасмурно, к вечеру, возможно, небольшой дождь. Днём плюс 17, ночью плюс 10. В воскресенье небольшой дождь, днём плюс 15, ночью плюс 8. Ну вот, наобещали нам народный прогноз дождей, да? Да, да, да. Ну и что, нам остаётся напомнить, если вы стали всё-таки свидетелем чего-то важного и интересного, и вам есть чем поделиться с нами, обязательно присылайте сообщения и видео на номер плюс 7, 950-655-1000, или пишите нам в инстаграм, channel4.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас во Вконтакте, это сделать довольно просто, либо по QR-коду, либо зайти и в поиске найти 4-й канал новости, вы всегда будете в курсе самых свежих и актуальных новостей. Ну, а сразу после нас встречайте Максима Путинцева, в гости к нему в программу «Стенд» придёт наш известный уральский автогонщик Сергей Корякин. А после программы «Стенд» не пропустите «Нетихий час». Да, он будет действительно «Нетихий», потому что к нам придёт фолк-группа «Сансоворот», они умеют зажечь, обязательно посмотреть. У нас на этом всё. Хорошего вам вечера. Спасибо, что смотрели нас. И до завтра. Как у нашей кнопки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что кухня – это не повод для радости, а ежедневное испытание на прочность. И даже мамины помощники сами порой нуждаются в помощи. Однако семейному счастью это не помеха, ведь мама доверила кухню Лорена. Самый таинственный разведчик. Уралец, повлиявший на ход Второй мировой войны. Мультимедиа-экспозиция от создателей музеев Ламборгини в Италии и Лего в Дании. Все тайны легендарного разведчика в парке «Россия. Моя история». Николай Кузнецов. Герои не умирают. Любую проблему можно решить. Главное – довериться профессионалам. Компания «Юрактив» гарантирует решение любых вопросов юридическим и частным лицам. 286-20-24 «Юрактив» – эффективное решение для вас. Распродажа квартир в жилых комплексах Рудный и Рощинский. Компенсация ипотеки от государства. Выбери свою выгоду. Звоните 288-55-27. Управление весом – задачи, касающиеся каждого. Аппарат «Акситера» – новое слово в программах управления весом Гранд Клиник Екатеринбург. Это лучший в мире аппаратный дыхательный метод снижения веса. В основе этого подхода лежат механизмы эффективного снижения веса и восстановления организма на клеточном уровне. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин